Здравствуйте! Молдавские сельхозпроизводители 27 марта организуют акцию протеста. Они намерены на обочины национальных дорог вывезти трактора, комбайны, машины и другую технику. О причинах такого решения я предлагаю поговорить с моими сегодняшними гостями. А это исполнительный директор Ассоциации «Молдова фрукт» Юрий Фалла. Добрый вечер! И глава Униагропротект Александр Слусарь. И вам здравствуйте! Добрый вечер! Ну, всем понятно, что вы обижены на власть, исходя из того, что сегодня вы провели пресс-конференцию и об этих своих намерениях сообщили. Но я хотела бы узнать очень простую вещь. Вы считаете, что все возможности диалога с представителями власти на сегодняшний день уже исчерпаны, раз вы предлагаете вот такое радикальное решение и даже назначили дату? Мы считаем, что у нас, в принципе, цейтнот временной. Мы, скажем так, во многом исчерпали средства диалога, потому что мы сразу же после… ну, давайте так скажем, эти проблемы, они накопились еще с осени прошлого года. Ситуация, которая была организована во многом на валютно-финансовом рынке, сильно усугубила проблемы. Все вот эти вот подорожания ресурсов на 30-40%, остановка кредитования сельского хозяйства фактически, стагнация цен на продукцию, эмбарго российское, последствия которого так и не преодолены. Вот все это аккумулировалось, и кумулативно к марту месяцу ситуация трансформировалась в взрывоопасную в сельском хозяйстве. Но мы сдерживали эмоции, сдерживали… До сих пор. До сих пор. Аграриев, объясняя им, что просто не с кем говорить. До марта месяца мы смеялись даже, что куда, против кого протестовать, будете кричать, отставка кого, еще никого не назначили. И до этого мы как-то держали ситуацию в рамках спокойствия. Но вот произошло назначение правительства. После всего цирка, что мы видели, несколько месяцев. После, опять же, не будем забывать и про этот фон, когда у нас за несколько дней увели 13 миллиардов минимум из страны, и после этого Национальный банк 10 миллиардов выделил, чтобы покрыть это воровство. А это при том, что мы прошлой осенью просили сначала 70 миллионов, потом еще 230, чтобы как-то преодолеть последствия российского эмбарго осенью. Вы сегодня так скромненько сказали. Мы просили 1% от наших национальных полюбных резервов. Мы видели, какой процент пошел на то, чтобы заткнуть дыру, и это ведь еще не конец. Мы же понимаем, что дальше будут еще и проблемы во внутреннем долге. Вся эта государственная гарантия конвертируется и, опять же, ударится по нашим карманам. Мы будем оплачивать все эти удовольствия. Я так широко объясняю, так это издали немножко подхожу, чтобы было понятно, что мы, что эти проблемы, этот клубок, он расширялся, расширялся, и ситуация в марте месяце стала невыносимой просто. Но мы, как только было назначено правительством, и тут же, в тот же вечер, не даст соврать министру сельского хозяйства, я ему позвонил и сказал, потому что он человек, которого мы, в принципе, знаем, он из системы. Мы до сих пор рассчитываем на то, что у нас получится с ним диалог, и мы попросили тут же встречи. Он был абсолютно рецептивным. На другой день мы побеседовали, и мы вот эти вот все требования, которые мы сегодня заявили на пресс-конференции, мы изложили, и, в общем-то, он сам тоже ездит в территорию и чувствует, насколько тяжелая ситуация. И попросили, даже, я бы сказал бы, потребовали встречи с премьер-министром, потому что мы уже не были в том состоянии, когда мы хотели просить, мы должны были требовать. Прошло три недели томительных ожиданий, мы дергались, потому что мы же здесь понимаем, что задержка была с налоговой политикой, с бюджетом, и мы понимали, что сейчас быстро-быстро-быстро начнется разработка этой политики, и мы знаем, как у нас за три дня будет кричать, что страна не может жить без бюджета, и примут эту политику. И мы все время форсировали события, мы хотим встретиться. Подождите, то есть вы встретились с премьером в конце? Прошло три недели после инаугурации правительства, в прошлую пятницу мы наконец-то встретились с премьер-министром. Была беседа, два часа, на котором мы, в общем-то, выставили те же самые требования. А мы выбрали, я хочу подчеркнуть, из сотни проблем, которые есть в аграрном секторе, мы выбрали пять, а потом к ней добавилась еще шестая по НДС, но это отдельный вопрос, мы выбрали пять, которые животрепещущие проблемы, без решения которых мы не можем нормально приступать к весеннеполевым работам. Перспектива этого года очень туманна, если мы не решим эти пять проблем. И мы вот сказали господину премьер-министру, что мы остальные проблемы даже не хотим обсуждать сейчас, хотя они накопились. Там есть и проблемы единого налога, и закона о сезонных работниках, и закона о субсидиях. Но мы просим несколько проблем решить. Премьер-министр выслушал нас, вежливо поблагодарил, сказал несколько вежливых фраз. После этого в ход пустил министр финансов, который, в общем-то, как этот был, мистер Нет, Гормыко был. Нет, 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 фонды субсидий мы не увеличиваем, нефтепродуктами нам пообещали, что, уже три года нам обещают, что разберутся. По остальным, в общем, мы не получили фактически нормального ответа ни на один вопрос в результате этого диалога. После этого я вышел и честно сказал прессе, что нам не нужен диалог ради диалога. Хорошо, состоялась эта дискуссия, мы не получили ответов на вопросы, и нам нечего сказать нашим фермерам. Мы же это вот пришли в свои офисы, и фермеры звонят и говорят, что конкретно решили. По фонду субсидий, по деблокированию кредитования, по нефтепродуктам, по польскому проекту, по компенсациям производителям фруктов. Особо сказать было нечего. Тогда мы решили, что диалог на правительственном уровне на сегодняшний день, скорее всего, исчерпан. Мы не можем дальше ждать милости от природы. И поэтому вы сегодня вышли с ультиматумом. Нет, предварительно мы собрались вчера на общий совет всех четырех организаций, обсудили проблемы. К тому времени уже добавился вопрос НДС. В понедельник для нас был шоком новый проект налоговой политики. Мы приняли такое решение. Учитывая временной цитнот, что сейчас, и я сегодня из дискуссии с Минфином понял, что ситуация форсируется. Учитывая, что у нас часто тянут, 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 а потом налоговую политику принимают за 8 часов до 12 вечера, мы не можем дальше ждать. Мы должны ответить на все то, что произошло, и мы должны начать подготовку к протестам. При этом мы четко сформулировали, что наши двери открыты. Если в это время у нас продолжится диалог более-менее оплодотворный по парламентской линии, может быть, правительство поменяет свою позицию, будут еще какие-то дискуссии, тогда мы садимся, мы не уходим от диалога, мы будем готовы разговаривать, мы понимаем определенные сложности, которые есть в стране, но мы не можем дальше ждать. А парламентский уровень, это потому что там оппозиция возглавляет комиссию сейчас? Нет, а при чем? Тут все равно же голосует большинство. Вот это хорошее. Все равно же голосует большинство. Это хорошая ремарка. Теперь давайте так по порядку, да? Потому что много вы сегодня претензий предъявили на пресс-конференции. Это еще немного. Если их разложить, вы знаете, я считаю их достаточно. Больше всего, конечно, народ возмутился, когда услышал ваши цифры в отношении НДС с 8% до 20%. Но я вот прочла эти цифры и задаю сама себе вопрос, а теперь его переадресовываю и вам. По факту вы говорить об этом не можете, потому что бюджетная политика – это такой процесс, который рассматривается вначале в правительстве, потом его рассматривают в парламенте. То есть потом какие-то уже конкретные данные вы сможете поучаствовать наверняка в работе этих структур и как-то выразить свое мнение. Вы как бы сразу говорите, ультиматум, нет, будет столько. Мы же понимаем, что эти 20% – это разговор долгий, в том числе и потому, что добавляется к переговорщикам и такая структура, как МВФ. Так? Многие говорят, что это именно их требование, вы, по-моему, на это сегодня отсылались. То есть мы понимаем, что это еще все идет в процессе такого, такое аморфное нечто. И тем не менее вы сегодня вот так это все в лицо сказали и порешили, как говорится, что 20%. Вам не кажется, что вы забегаете вперед? Нет, не кажется, потому что мы уже имеем горький опыт, когда мы все дискутировали. Но у вас нет опыта общения с этим кабинетом, у вас нет опыта общения с этим премьером, у вас нет опыта общения с этим министром, но вы уже тем не менее вот так. Подождите, с министром мы пообщались, министр с нами согласен и по фонду субсидирования, и по другим вопросам. Министр просто, как, впрочем, и предыдущий министр, ничего не может сделать на уровне правительственного. Все решается на уровне, сейчас даже я бы сказал бы, на уровне министра финансов. Я не знаю, если решается на уровне премьер-министра сейчас все. А возможно и вообще центр принятия решений в другом месте. Мы пообщались с премьер-министром, мы пообщались с министром финансов, мы пообщались с министром сельского хозяйства. Мы знаем, какая ситуация сейчас реальная в секторе. Для нас этого оказалось достаточно, чтобы начать подготовку к протестам. Я еще раз подчеркиваю, если в этот период у нас возобновится диалог в парламентских комиссиях, с председателем парламента, то мы будем спокойно диалогировать. Мы просто немножко хотим поменять парадигму. Мы все вот эти годы до сих пор, мы шли вот этой вот дорогой, вели дискуссии до потери пульса в парламентских комиссиях. Говорят, что в споре истина рождается. Подождите, ну вот когда уже мы вели, 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 нам обещали, обещали, обещали. Причем обещали и в прошлом году, обещали и в начале этого года. Обещания были предвыборные. А потом уже, когда доводилось дело до принятия решения, его быстро за несколько часов принимали, и мы даже не успевали реагировать. Вы боитесь повторения того, что будет принято, и ваш голос не услышал? Абсолютно. Особенно по фонду субсидирования. Вы тоже такую точку зрения разделяете? Или у вас есть свои аргументы? Ну, наши четыре организации постоянно находятся в общении, мы наши позиции коронируем. И те вопросы и те проблемы, которые Александр упомянул здесь, это реальные проблемы. И я хочу добавить, что те требования, которые мы предъявили, это реальные требования. Есть некоторые требования, которые годами не решаются. Это проблемы, связанные с нефтепродуктами. Вы даже сказали, что есть пять компаний-монополистов, которые мешают вам жить. Не вам лично, а сельхозпроизводители. И то, что по фонду субсидирования у нас прошлым летом и перед подписанием... Соглашения. Соглашения о заборной торговле и ассоциации. Был комиссар по сельскому хозяйству Дачан Челыш, который нам обещал в присутствии представителей правительства Республики Молдова. И эти обещания того, что мы просим, чтобы увеличили фонд субсидирования до уровня миллиарда, миллиарда 200 миллионов, 250 миллионов. Это были реальные цифры. И мы в наших требованиях указали, и какие могут быть источники финансирования этого. Потому что есть те деньги, которые планируются в бюджете. Деньги от фонда «Импар», деньги, которые могут быть привлечены от акцизов. Мы единственная страна, которая плотит фермеры, платят акцизы за солярку. В остальных европейских странах фермеры покупают по специальным ценам эту солярку. И особенно производители фруктов, они попали в такую безвыходную ситуацию, которую мы не помним, даже после получения независимости нашей страны. У нас в этом году только в отрасли, только по яблокам и сливам, декапитализация. То есть мы недополучили, мы потратили деньги, но недополучили больше 500 миллионов леев, которые сейчас не хватает для того, чтобы начать нормальный весенний сезон работы. Потому что урожай закладывается весной. Не зря в народе говорят, один день кормят один год. Один день весной кормят один год. Поэтому мы знаем и обещания, которые нам проводили, мы находились в постоянной дискуссии. Эти проблемы мы выдвигали не только сейчас и с этим правительством, но и с предыдущим, который находится и сейчас. Вы выдвигали, вы протестовали. Мы имели, вот в нашей ассоциации, мы встречались, наш совет ассоциации в прошлом году встречался не 4 раза, как мы запланировали в начале года, а 16 раз. И на наших заседаниях совета принимали участие и министр сельского хозяйства, и министр экономики. Наши организации встречались и с лидерами партий, которые были в Альянсе. И у нас были обещания, что фонд субвенционированный будет не меньше 1 миллиарда леев. Людмила, то есть я что хочу сказать. То, что мы сейчас требуем, это нельзя отрывать от общего процесса, который начался с 2014 года. Вот смотрите, какая была цепочка. В 2014 году под нашим наживом сельское хозяйство было признано стратегической отраслью. Наконец-то. Это открывало нам дорогу к европейским фондам. В 2014 году приезжает комиссар Човаш и говорит, с 2015 года мы дополнительно даем 17 миллионов евро каждый год, как деньги дополнительные к фонду субсидирования. Наконец-то мы посчитали, это было в присутствии, как сказал господин Фава, многих министров, фонд будет миллиард леев. Мы инвестировали в прошлом году, вот АИПа посчитала, что сколько приходится на каждые субсидии, на 800 миллионов леев субсидий запрошенных, инвестиции были 3,5 миллиарда леев. То есть аграрии в этих условиях, в тяжелейших условиях, уже тогда в 2014 году ситуация ухудшилась, особенно на фоне эмбарго. Аграрии инвестировали. Были эти вот ожидания, что да, вот закрылся российский рынок, но вот будут европейские фонды, потому что в конце концов, я не раз в этой студии говорил, я являюсь сторонником европейской интеграции, в том числе и по одной из причин, что субсидии среднеевропейские это 300 евро, и соседняя Румыния получает на гектар 180 евро, и Польша получает 250 евро. Ну, знаете, я могу вам что сказать сейчас, секундочку. Вы, когда свои аргументы предлагали сегодня, вы пошли дальше, вы стали говорить, значит, от ВВП, сколько субсидий занимают. Вы, значит, сравнили, что 9% в европейских странах, а в Молдове... 9% населения занято, а на них тратится... Нет, я вот смотрю, что в странах ЕС на субсидии помощь выделяется 9% от ВВП. Нет, 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 нет. Не так, да? Нет, неправильно. 45% из общего бюджета Европейского Союза, помимо бюджета каждой страны, выделяется на сельское хозяйство. В сельском хозяйстве задействовано 9% всего трудоспособного населения. А у нас в Молдове 30% всех работников работает в сельском хозяйстве, плюс 300 тысяч крестьянских хозяйств, мелких, которые индивидуально обрабатывают землю. Согласна, да. Вот пусть будут такие цифры, но понимаете, как, ситуация в чем? Вот когда нас слушают сейчас телезрители, у них может создаться впечатление, что самая тяжелая ситуация у нас в сельском хозяйстве. Это не так. Потому что, если понимаете, каждое министерство в отношении того, что происходит у них, начнет выдвигать свои цифры, вы поверьте, что там ситуация будет не лучше. Потому что, например, вот завтра выйдет министр обороны и скажет, вы знаете, в уважающих себя странах тратят на оборону 2% от ВВП. Вот хочу так. Я с ужасом думаю, а потом станет другой министр и скажет, вы знаете. Вот это очень важный вопрос, и вы очень хороший вопрос задали. Мы поэтому и не занимаемся популизмом. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день невозможно 45% сделать субсидии, выделить на сельское хозяйство. Мы знаем, что мы сейчас не можем претендовать на европейские субсидии соразмерные. Но мы же аргументировали цифру. Понимаете, в чем разница? Мы не пришли и не сказали, вот хотим несколько миллиардов, выньте и положьте. Убейте все население Молдовы, надайте сельскому хозяйству. Мы очень четко аргументировали. Мы спросили министра финансов. В прошлом году было 564 миллиона. Хорошо, часть была там деньги инпарда. 500 миллионов было, чистые деньги бюджетные. Вы их можете нам сохранить, эти 500 миллионов? Ну, в принципе, это нормально. Оставить хотя бы на том же уровне можно. Дальше. 350 миллионов леев – это целевые деньги от Евросоюза. Они не из бюджетов, не из вашего кармана, не из кармана бюджетников, не из кармана. Это деньги, которые идут целевые для поддержки молдавского сельского хозяйства. 350 миллионов леев. Загвоздка состоит в том, что сначала молдавское государство должно найти эти деньги, включить фонд субсидирования, и в конце года Европейский Союз компенсирует эту сумму. Вот здесь, Минфину тяжело даже эту операцию сделать. И третий источник, который мы указали – акцизы от солярки. Акцизы от солярки после индексации в этом году составят где-то 350 миллионов леев. На сегодняшний день акцизы не идут ни бюджетникам, ни Министерству обороны, никуда. Они идут в дорожный фонд. Мы попросили, дайте, перераспределите из дорожного фонда. 5 лет мы видели стройки в дорогах. И даже с учетом того, что украли… Посмотрите, вот вы говорите, что вот… Я всегда эту цифру привожу. В 2009 году дорожный фонд был 250 миллионов леев. Фонд субсидий был 500 миллионов леев. 560 миллионов леев он был, когда полгода были одни у власти, полгода другие. Прошло 5 лет. Фонд субсидий в 2014 году 564 миллиона остался на том же уровне за 5 лет. А дорожный фонд – миллиард 300. То есть нашлись деньги, и еще столько же дали доноры. Поэтому мы, когда идем, мы очень четко понимаем, что если мы начнем просить деньги от бюджетников, от этих, вот это будет несправедливо. Мы солидарны со всем населением Республики Молдова. Мы все есть заложники той ситуации, которая случилась. И мы также страдаем от того, что случилось в нашем финансово-валютном секторе. Мы очень четко показали, откуда можно взять деньги. Мы указали эту сумму миллиард 200 миллионов. И сказали. Три части. Деньги, которые были в прошлом году. Деньги европейцев. Мы большего не просим. На сегодняшний день прекрасно понимая, в какой ситуации находится большинство населения. Но и останавливаться, если мы не дадим эту сумму. Но вы понимаете, что вот эти три источника, за них взять на сегодня ответственность. Я не представляю, какой кабинет мог был. А в чем проблема? А потому что деньги европейцы. Потому что европейцы так просто деньги. Вы уже понимаете. Смотрите, что у нас с юстицией произошло. У нас были договоренности на определенную сумму. И парк уже согласован с Европейским Союзом. В прошлом году господин Фавлов сказал правильно. Проезжал комиссар, господин Човаш. И четко уже программа инфарда. После того, как сельское хозяйство включено в стратегическую отрасль. В 2015, 2016, 2017 год мы имеем 53 миллиона евро. По 17 миллионов евро каждый год. Эти деньги уже согласованы с Европой. Европа даст эти деньги. Нужно просто сейчас их включить в бюджет. Если не включим, мы потеряем эти деньги. А получается, что злонамеренно эту сумму кто-то берет и не включает? Так и так, по вашим словам. Мы вообще даже не знаем, если она включена. Мы не могли понять от министра финансов, включена она или не включена. Если она включена, тогда встает вопрос, почему бюджет сократил свою долю финансирования. Потому что получается, что доля сократилась. Если она не включена, мы просто не получим эти деньги. Эти деньги пропали. Потому что Европейский Союз правильно ставит вопрос. Если для вас сельское хозяйство, стратегическая отрасль, мы вам помогаем. Включите сначала эту сумму. Потратьте. И в конце года мы вам вернем эти деньги. Если вы не включили, мы вам ничего не вернем. Ваша логика мне ясна. Вы согласны с такими аргументами? Конечно. То есть можно включить эти деньги. Вот злонамеренно Минфин сидит и вот не включает. Вы знаете, программа «Импарт» идет на развитие. И государство должно не уменьшить. То есть фонд «Импарт» не заменяет деньги государства. Они не идут на замену. Они дополнения. Они дополнения. И требования, чтобы развивалось. То есть если в прошлом году было 560, в этом году 610. Это деньги «Импарт» дойдут в дополнение к фонусу субвенционирования. И эти акцизы берутся с той солярки, которая потребляется в сельском хозяйстве. И наши трактора, вы же не видите, что трактора едят по дороге. Они по полям работают. Это акцизы на использование дорог. И эти требования очень реальны. И можно, чтобы этот фонд увеличился. Я сторонник того, что если мы, как Аграрий, в прошлом году поддержали наше правительство в том курсе. Потому что были разные уговоры, чтобы мы участвовали в тех волнениях, которые проводились в прошлом году. И поддержали. Ну просто увидели в них тогда политическую подоплеку. Потому с вами говорили и доказывали. Они вот те были. Они, эти производители, они выдвигали реальные требования, реальные проблемы. И эти были тоже самые и наши проблемы. И мы имеем такой опыт, когда вот и те, ту поддержку, которую государство оказало производителям фруктов. То есть механизм распределения этих, этой поддержки. Вроде бы они согласовали. Они пришли на наше общее собрание. Поставили это в известность наших производителей с механизмом. А в официальном мониторе был совсем другой механизм. Совсем другой текст. И это очень разделило всех, всех производителей сразу на две части. Одни получили, а другие не получили этих средств. И еще ждем. И еще я бы хотел сказать, выбирая и поддерживая это направление интеграции в Евросоюзе. То есть мы сознательно шли на это, потому что мы понимаем, что единственная возможность модернизировать сельское хозяйство, это иметь доступ к таким структурным фондам, которые есть в Евросоюзе. У нас есть опыты этих стран, и Польши, и Румынии, и очень многие страны, которые сделали качественный рывок в развитии сельского хозяйства. У них преобразовались села. У них, потому что само сельское хозяйство, оно является мотором развития всей экономики. Потому что если пострадали, например, как наша, наша отрасль, имея 47% в снижении экспорта, то есть связанные отрасли, как транспорт, они даже эти... То есть все на себе это начали потихоньку чувствовать? Они не получили тех денег, которые могли бы получить. То есть нам на встрече с премьер-министром сказали, что чувствуется торможение развития. И в торговле мы недополучаем. И сейчас вступают вот такие моменты, когда мы должны быть конкурентоспособными, потому что очень трудно быть конкурентоспособными с фруктами, когда есть ограниченный доступ к российским или к рынку СНГ. Мы должны искать другие рынки сбыта. А для того, чтобы быть конкурентоспособными, мы должны модернизироваться. Мы не можем с прошлого века иметь технологии и участвовать уже с технологией, которая в 21 веке. И мы, для сельского хозяйства, эти субвенции, они являются частью развития. Без них развитие замедляется или вообще останавливается. На самом деле, Людмила, понимаете, это сейчас стратегическое противоречие. Это не речь о том, чтобы там какие-то 20-30 миллионов добавить. То есть есть два подхода к развитию сельского хозяйства. Мы четко ставим вопрос, что без поддержки государства ни одна страна, на которую мы ориентируемся, из Восточного партнерства, из Восточной Европы, не смогла достичь реальных результатов. 70-80% всех инвестиций субсидировало государство. И мы, когда идем на этот вектор европейский, я часто говорю об этом, что я хочу, чтобы евроинтеграция начиналась ни с раздербанивания банков, ни с коррупцией, ни с такой юстицией. А вот начнем с того, как сельское хозяйство. Чтобы был европейский подход к сельскому хозяйству. Ну вот смотрите, вы говорите, что главные опасности на пресс-конференции сегодня сказали, исходят от ситуации на финансовом рынке. Вы так скажете? Нет, это был катализатор. Это самый больший риск. Это был катализатор, который способствовал во многом ухудшению ситуации в сельском хозяйстве. Именно финансовый рынок. Я себе подумала. Да, я понимаю то, о чем вы говорите. Но вы поймите тоже и такую, на мой взгляд, очень простую вещь. Другие отрасли экономики, которые им хуже сейчас. Вы поймите. Вот сейчас, например, ситуация на рынке лекарств. Все же понимают, что из-за ситуации на финансовом рынке их цены резко подскочили. Вы знаете, как больницы мучились. Вы опять пытаетесь нас сторонить с другими отраслями. Потому что я пытаюсь вам объяснить, что не вы одни. Я же вам четко сказал, что мы прекрасно понимаем, мы же живем не на другой планете. Мы питаемся, не живем в садах и не живем в пашне. Мы живем в таких же квартирах, ведем те же аптеки. Я езжу в троллейбусах и в маршрутках и вижу лица людей. И вы видите, сколько стоит лекарства сейчас. И вижу, сколько стоит лекарства. Мы их тоже покупаем. Я вам говорю, что мы, в принципе, когда наши требования аргументировали, мы понимали всю эту ситуацию. И мы очень четко указали, не просим никаких дополнительных денег. Кроме того, что мы хотим для нашей отрасли. То, что реально должно быть нам. Европейские деньги, которые могут пойти только на сельское хозяйство, они не могут пойти ни на лекарства, ни на бюджетников, ни на кого. Это фонды, структурированные для сельского хозяйства. Акцизы от солярки, которые на сегодняшний день не идут ни на лекарства, ни на пенсионеров, никуда. Они идут в дорожный фонд. Перераспределите их в сельское хозяйство. Поэтому наши требования, они очень четкие. И они очень реальные в этом плане. И еще раз подчеркиваю. Очень важно, чтобы мы договорились о парадигме. Или государство относится к нам по псевдолиберальной доктрине о том, что сельское хозяйство это такой же бизнес, как и все остальные отрасли экономики. И вы дальше делаете, что хотите. Это один подход. Тогда это катастрофа для нашего сельского хозяйства. Потому что то европейское сельское хозяйство, которое мы сегодня восхищаемся, без 50-летней аграрной единой политики с огромными вливаниями субсидий, оно не могло бы существовать. Или же мы, особенно если мы взяли этот вектор европейский, не будучи очень подготовленными к нему, поддержали в большей части. Нам было очень трудно в прошлом году. Я вам скажу честно, дискуссии были тяжелее. Да, уже вся страна видела. Все видели, как это происходило. Тяжелее всего из всех отраслей экономики было аграрием, особенно садоводом. И вот эти дискуссии, что продались европейцам, что вы такие, вы это вот. Европу еще мы здесь не почувствовали, не видели. Потому что у нас Европа до сих пор ассоциируется с этой пятилетней европрофанацией. Мне нравится, как говорил бывший министр Бумаков. Он говорил всегда так. Да, вот все это понятно. Но и сами сельхозпроизводители должны чуть-чуть больше работать. Это я так вам его слова напоминаю. Я скажу, господин Бумаков, если вы его спросите, он прекрасно понимает, что аграрии за эти пять лет, да даже больше, чем за пять лет, стараются максимально. Я вам дал эту цифру. Три с половиной миллиарда инвестиций. Ну, сейчас стараются, потому что, как говорил тот же господин Бумаков, уже нельзя струсить яблоки, знаете, потом с полу поднять и отправить в Россию. Да, но мы этим занимаемся уже шесть-семь лет и занимаемся при мизерных субсидиях. Вы только сейчас начали этим заниматься, потому что, когда закрыли, понимаете, в России, вот тогда этим начали заниматься. Зачем вы передергиваете? Мы этим начали заниматься. Вот сейчас Юрий скажет. Мы этим, особенно садоводы, начали заниматься. Сортировочные линии, холодильники, упаковочные дома, сады гиперинтенсивные. Аграрии этим занимаются уже начиная где-то с 2007 года. Но средства, все это очень дорогое. Не бывает хороших и дешевых вещей. Это стоит огромные деньги. Вот здесь согласен. Как государство помогало все эти 7-8 лет? Мы готовы отчитаться, что мы сделали за 7-8 лет. У нас есть резервы. Я не говорю, что мы идеальные. Мы слепок общества. Аграрии тоже разные. Но я считаю, что аграрии сделали максимальное усилие за эти 7-8 лет для того, чтобы адаптироваться к рыночной экономике и стараться переориентироваться. А вот как государство помогало, государство при этом делало минимальное усилие. И вот сейчас мы пришли вот к этому дисбалансу, и мы дальше говорим. Мы не можем дальше так двигаться. Еще 2-3 года мы делаем качественную модернизацию, или просто сельское хозяйство во многом умрет. А с сельским хозяйством умрут окончательно и села. Посмотрите, что творится в селах. Я не хочу развивать эту тему. Это взаимосвязь. Это взаимосвязь прямая. Да, я ее вижу и понимаю. Поэтому очень легко валить, конечно, все на аграриев. Но начинать надо с того, что делало государство. А не надо валить. Нужно просто, чтобы каждый делал свою работу. Мы ее делали хорошо. Получается, да, что вы такие хорошие, вам только все время мешали. Обратите внимание, что я имел честь участвовать в трех общих собраниях больших в нашей ассоциации. На прошлой неделе федерация фермеров имела, в прошлой неделе, и федерация агроинформ, где участвовал министр сельского хозяйства. И пришли сельскохозяйственные работники там. И все эти проблемы были высказаны с трибуны, с мест. И главное, что они нам там говорили, вот вы обратили внимание на то, что есть проблемы с лекарствами. Я говорю, что в сельском хозяйстве, где мы импортируем 90% средств производства, которые оплачиваются в долларах или в евро. И это нас касается непосредственно. И себестоимость вырастет очень намного. Потому что все мы импортируем. Это как раз все понимают. Потому что очень много у нас продукции именно действительно импортируется на евро и на доллары. Особенно это чувствительно в сельской местности. Потому что если в большом городе закроется, например, одно предприятие, это как бы не чувствительно. А если одно предприятие обанкротится в сельской местности, для этого села это трагедия. И это очень чувствительно для сельской местности. Я хочу сказать, что и пенсионеры, которые сельскохозяйственные получают самую меньшую пенсию, есть очень много проблем. Но сейчас мы же не пришли и говорите, дайте нам все, потому что мы главнее. Мы просто хотим, чтобы был правильный европейский подход. Потому что если бы мы выбрали и поддержали наше правительство, то есть мы совместно должны разделить и эти... И риски, и проблемы, которые у нас возникли. И мы на этом этапе видим, что наше государство не устранилось от решения этих задач. Потому что мы посчитали только по яблокам это потеря 10 тысяч рабочих мест по всей республике. Социальная помощь и пособие по безработице потом не будет дороже, чем нужно сейчас помочь. И это потеря рабочих мест в деревне, и это и социальная сфера. Там и у одной воспитательницы можно не хватить детей в группе. В группе. В школы. В школы могут не сделать первый класс. Это все взаимосвязано. И если мы приняли с большими, огромными усилиями, что сельское хозяйство и развитие сельской местности и внедрили в стратегию, и оно должно иметь стратегическое отношение. Мы же не просим... Очень надо четко посмотреть эти требования. Вот вы сказали про субсидии. Это кажется так на первый взгляд. И очень легко манипулировать. А вот они просят, забирают от детей. Когда мы смотрим реально, эта сумма вообще не имеет никакого отношения с детскими пособиями. Вы понимаете, вы до сих пор не поняли ответа, почему вот эти источники не включаются. Вы говорите, мы спрашивали министра финансов. Не поняли. Я, например, не понял. Вот вы не поняли. Я не понял. А не разумнее ли сесть еще раз за стол переговоров и в конце концов попытаться это понять? Потому что вы говорите, вот так надо. Когда заканчивалась дискуссия с премьер-министром, Юрий не даст соврать. Я уже, когда он уже говорил нам любезно до свидания, я не выдержал, перебил и сказал, господин премьер-министр, скажите все-таки, какой фонд и из чего он состоит? Вы с европейскими фондами или нет? Он снова посмотрел на господина Арапу. Господин Арапу сказал, фонд будет 610 миллионов. С европейцами, если мы с ними договоримся, мы дополнительно включим эти деньги. Мы не поняли, потому что с европейцами уже существует договоренность. Это мы знаем точно. А если мы их сейчас не включим, так европейцы потом эти деньги не дадут. Ну вот как нам дальше? Вы знаете, я согласна в одном вашем аргументе беспрекословно. Это когда вы говорили о банках. Вот сейчас мы начнем эту тему, но перед этим все-таки уйдем на рекламу. Реклама на 21-м канале. Реклама на 21-м канале. Реклама на 21-м канале. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мало кто сейчас меня не поддержит, если я скажу, что учитывая финансовый кризис, как многие из нас несут какие потери, банки вряд ли о себе не побеспокоились, не позаботились. И у них, значит, у многих из них, значит, все, как говорится, окей. Вот вы вообще просили встреч с банкирами, чтобы объяснить им, что ставки по кредитам, которые предлагаются, они на сегодняшний день, насколько я понимаю, неподъемные. И более того, вы же, по-моему, сегодня завели речь о том, что даже людям с благополучной кредитной историей, банки начали отказывать, что, на мой взгляд, с такими процентами и все это, это вообще вещь какая-то недопустимая. Что-то пытались сделать? Нет, банки у нас всегда были государство в государстве. Они всегда имели свои корпоративные интересы, которые координировались между ними. И, в общем-то, была задана определенная парадигма, определенные правила игры. Единая политика у них была. Единая политика. Значит, в общем-то, сейчас в результате того, что произошло в финансово-банковском секторе, я не знаю, виноваты ли в этом, участвовали ли в этом все банки, скорее всего, нет. Больше здесь вина государства, больше вина регулятора. Но я сегодня сказал на пресс-конференции, не вдаваясь в подробности того, какую политику ведут банки, а у нас всегда было очень много претензий к ним. И по поводу оценки залога, и по поводу ставок, даже когда было все более-менее нормально. Я никогда не понимал, почему мы не можем ограничить ставки кредитов коммерческих банков четырьмя, максимум пятью процентами сверх ставки рефинансирования. Никогда не понимал, почему мы не можем это регулировать. Но я еще раз говорю, я понимаю, какая у нас экономика. Я не могу в рамках пресс-конференции и наших проблем сельского хозяйства решить все вопросы нашей экономики. А банки – это серьезная проблема. Встречаться с ними – это все равно попытаться с Обамой сейчас встретиться. Банки имеют свою линию. Каждый банк имеет свою кредитную политику. Они не слушаются никого. Мы в прошлом году смеялись, когда предыдущий премьер-министр, когда с фруктами были, на третий день премьер-министр их вызвал банки. Он сказал, вы должны пойти навстречу производителям. Они сказали «да», на второй день они пошли и тут же дали задание. Более новых кредитов этим не давать. Все старые, какие есть, постарайтесь выжить из них сейчас. Они не слушаются ни премьер-министра, не зная, какие отношения с регуляторами. С моей точки зрения, опять же, у нас такая экономика. Говорить сейчас с банками на эту тему, у них аргументы. Нам подняли до 13,5% ставку рефинансирования. Нам увеличили нормы резервов до 14%. Это рекордная норма. Таких норм нет ни в каких странах. Сельское хозяйство всегда был самый рискованный бизнес, даже когда было все хорошо. Они всегда боялись, что мы землю не продадим, что из клады не того, продукцию они не очень брали в залог. Это всегда было так. А в этих условиях они говорят, у нас ликвидности нет, ставки высокие, ставки превысили 20%. И поэтому мы останавливаем все программы по кредитованию. Такую ситуацию не мы создали. Такая ситуация была создана на валютно-финансовом кризисе. Какие к нам вопросы? И в данной конкретной ситуации, еще раз говорю, я оставляю за скобки, что такое у нас вообще банковская система. Но в данной конкретной ситуации, когда... Сейчас многие пытаются дать ответ на этот вопрос. Да. Когда финансово-валютный кризис был спровоцирован некомпетентностью наших государственных органов, как минимум некомпетентность. Я думаю, как максимум, должны разбираться другие органы здесь. Я очень сомневаюсь. Ну да, если уже учесть события вчерашнего дня, то слово «некомпетентность» здесь не подходит. Не подходит. Значит, мы можем говорить, что этот кризис был спровоцирован во многом искусственно, что Национальный банк бездействовал, остальные органы бездействовали в лучшем случае, в худшем случае они в этом участвовали. И в этой сложившейся ситуации с банками говорить о чем-то сложно. Поэтому наша позиция такая. Раз государство допустило это все, раз государству не нужно были эти 10 миллиардов леев, которые они отдали сейчас, и которые мы все будем выплачивать из нашего кармана, это, кстати, на предмет лекарств и всего остального, все эти бедные пенсионеры, это вот они тоже будут выплачивать вот эти 10 миллиардов. Ну, уже да. 10 миллиардов. Это уже понятно. Мне, по крайней мере, по сегодняшней встрече в Минфине, это очевидно. Вопрос, на какой срок это все растянется. Раз государство все это допустило, создало эту ситуацию, из которой банки сейчас не имеют каких-то, может быть, имеют, но я вижу, что и у них ограничены какие-то возможности, значит, развязывать эту ситуацию тоже должно государство. Государство должно либо снижать ставку рефинансирования, уменьшать норму резервов каким-то образом, чтобы деньги необходимые, которые есть в этом, вот банки направили на реальный сектор экономики. Тогда и сельское хозяйство будет требовать. А если это невозможно, значит, государство должно искать дополнительные фонды для того, чтобы поддержать сельское хозяйство. Поэтому, еще раз повторяю. Я помню, что раньше банкиры говорили, что они требуют страховать все возможные риски, и вот тогда они будут более лояльны. Раньше, по крайней мере, так об этом шла речь. А сейчас что? А сейчас мы видим то, что наши коллеги, производители сельскохозяйственной продукции, бегают по разным банкам, и им отказывают. Я не говорю, что есть, конечно, исключения, и каким-то выдают. То есть, это исключение, скорее, да? Да, это если очень хорошая кредитная история, и там очень какие-то специальные отношения. Это единицы. Ну, есть и... Я думаю, на фоне того, какие выявили, какие кредиты, вот вчера пошла информация давались, да, и под какие гарантии, что это были вообще за учреждения, офисы, их юридические, и фактические адреса, ваши заявления сегодняшние выглядят, конечно, особенно. Просто у нас без развязывания этого комка мы рискуем попасть в другую ловушку, потому что есть сигналы, что уменьшается потребление, есть сигналы, что уменьшаются, будут уменьшаться или прогнозируются меньшие ремитенции, и импорт будет тоже, наверное, снижаться. И все это... Мы, как бы, сейчас находимся в преддверии такой, так сказать, ситуации, что должны быть приняты какие-то хотя бы позитивные меры для того, чтобы, как бы, стимулировать развитие. И для нас эти субвенции в продовольстве очень важны. И потому что мы сейчас уже на дворе скоро Пасха, и мы не имеем четких представлений, а что будет. Потому что, если построить холодильник, мы должны были начать уже в феврале все эти мероприятия. Потому что в этом году почему очень получилось так, что очень много яблок замерзло на деревьях? И из-за того, что не хватает холодильников. И мы, когда получили этот эмбарго, не успевали отправлять в Россию. И это Александр сказал, что мы только первый год, когда 2014 год, когда было установлено, что мы можем брать субвенции на сортировочные линии. Были заложены хорошие инвестиции. А без того, чтобы иметь современную послеуборочную инфраструктуру, ни для кого, то есть, никто не сможет быть конкурентоспособным. Потому что невозможно иметь плохую инфраструктуру и иметь хорошие результаты на внешних рынках. Это нигде и невозможно встретить. Поэтому эти субвенции, которые мы просим, это реальные источники, и мы не понимаем. Поэтому мы, наши фермеры, мы постоянно участвовали в этих трех общих собраниях фермеров, которые приходили из разных организаций со всей республики. И они, то, что они спрашивали, это, почему мы не можем брать деньги, почему этот лея бесценился, и почему нам не дают нормальных обещанных субвенций. Вот эта тематика звучала на середине. При этом аргумент о том, что нет денег, ну, вот раньше мы еще как-то аргументировали, действительно, стране тяжело, но после того, что случилось в банковском секторе, ну, язык не поворачивается. Они не могут, они не воспринимают агрария. Говорят, ну, как так? 13 миллиардов вывели из страны по официальным данным. Говорят, там, 27, 28, еще, по-моему, никто не считал толком. Но 13 миллиардов вывели. 10 миллиардов дало государство, чтобы прикрыть это все. А нам не хотят дать те деньги, которые, в общем-то, были заложены для нас уже в прошлом году. Обговорили, были обещаны, было торжественно обещано. Несколько раз мы встречались с Европейской комиссией, с представителями, комиссар Човыш приезжал сюда. Ну, люди не понимают, что происходит. Просто не понимают. У нас такая же ситуация была в 93-м, 94-м году. Если вы помните, тогда были, инфляция была очень большая, и процентные ставки были фантастические. Помните, и остался такой вакуум недоверия. И банки не могли больше давать, а аграрий не могли возвращать. И тогда постановление правительства были эти банки спасены, потому что ожидался реальный колласс банков. И сейчас вот это решение, как бы должны... А так получается, что мы, поддерживая курс нашего правительства на евроинтеграцию, получается, что наши коллеги из банковского сектора... Мы оказались в самой сложной ситуации из всех отраслей экономики. Я не говорю про население. Из всех отраслей экономики мы оказались в самой сложной ситуации. И нам сейчас говорят, ну, ребята, это бизнес. Сельское хозяйство – это бизнес. Вы должны быть конкурентоспособными. И при этом меня этот цинизм больше всего поражает. Скажите, пожалуйста, если сельское хозяйство – это бизнес, а в Польше – это тоже бизнес, а в Германии – это тоже бизнес, во всей Европе – это тоже бизнес. То есть 50 лет вкачиваются туда огромные деньги. Как мы можем быть конкурентоспособными с субсидиями в 15 евро на гектар? Я еще хочу напомнить, в наших собраниях министр сельскохозяйства говорил, что мы в Молдавии импортируем, потребляем около 700, то есть продуктов питания импортируем на 700 миллионов или на 600 с чем-то миллионов. Если будут такие же шаги, я думаю, что эта сумма увеличится только. Государство выиграет, оно же собирает, оно живет на таможне. Хочу вас спросить по поводу польского кредита. Вы сегодня тоже говорили, что именно Молдова подняла ставки по нему. Это правда? Откуда у вас такая информация? Она была принята с закрытыми микрофонами. То есть на одном из последних заседаний незадолго до выборов, на заседании правительства было обсуждение этого кредита. Потом, когда включили микрофон, все, что я понял, что министр финансов настаивает, чтобы было 3% для сельскохозяйства производителей. Какие аргументы приводились, я не слышал, потому что тогда была эта вот мода несколько месяцев, что самые животрепещущие и сложные вопросы, все министры отключали микрофон и дискутировали между собой в течение часа. Я смотрел внимательно заседание правительства, у них было 20 минут перепалка без микрофонов. После этого, когда включили микрофон и сказал, Арапу, как отрезал, сказал 3% и никаких гвоздей. И на основании этого вы решили, что речь шла именно об этом? Что значит на основании этого? Это обсуждался этот проект. Вообще обсуждался вопрос о том, как будет механизм выделения денег. Механизм тогда не утвердили, но утвердили эти 3%. И сейчас все документы, операционные, мануал операционал, механизм распределения этого кредита, все, по крайней мере, сейчас настраивают фермеров, и все в АИПе, и единицы, подразделения, которые созданы для управления этим кредитом, все говорят 3%, ребята. Я знаю, что мы подняли этот вопрос и на заседании с премьер-министром. Есть позиция Минсельхоза, которая настаивает о том, чтобы процент был уменьшен вдвое. Премьер-министр сказал, что ему нужно время, чтобы ознакомиться с этими цифрами. Какое будет принято решение, мы не знаем. Но, опять же, когда одни говорят, 3%, ну что вы, вы что, не видите? 5% есть, 6% валютный кредит, 3% это хорошо. Но, с другой стороны, все знают, что нам дали под 0,15%. Это технический кредит. Да, и это технический кредит. Надо еще понимать, что мы будем закупать оборудование у поляков, которые своего не упустят. И постараются увеличить цену на это оборудование. Поэтому здесь мы еще проиграем. И когда аграрии спрашивают, какие есть аргументы, почему кредит увеличился в 20 раз, от 0,15% до 3%, а это в 20 раз, нам нечего ответить, кроме как повторить то, что я вам сказал. Было обсуждение без микрофона, и мы посоветовались, и министр финансов решил. И я бы хотела, чтобы вы сказали, что вы понимаете под демонополизацией рынка нефтепродуктов. Вы начали говорить про 5 этих компаний. Сейчас уже улыбаетесь. Тут не до смеха, это у меня уже нервный смех. Тут история настолько древняя. Еще в сентябре 2012 года было правительство ФИЛАД-2, и министром финансов был Негруца. Мы тогда ставили вопрос, что цены на нефтепродукты у нас необоснованно завышаются. Самое интересное, что информационную записку по поводу необходимости изменений в законодательстве представило Министерство экономики. Господин Калбык провел профессиональнейшую экспертизу. Там на 15 страницах показано, как меняется цена на нефть, как она меняется у нас. Он рассказал все проблемы, которые есть. И сказал, что нам необходимо менять методологию. Та методология, которая сейчас предусматривает 10% надбавку рентабельности общую для нефтетрейдеров, она не выдерживает никакой критики. Потому что в эти 10% вкладываются и все построенные нужные и ненужные заправки, и все отпуски с жеными-любовницами, и все, 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 все. И главное, чтобы рентабельность не превысила 10% от общей деятельности. А нам нужно, чтобы надбавка касалась только необходимых затрат на покупку нефтепродуктов. Поэтому Министерство экономики в 2012 году предложило, чтобы коммерческая надбавка считалась от цены плац на бензин и на солярку. Это средиземноморский плац, которая, эта цена, она ежемесячно, два раза в месяц пересматривается. В общем, есть это международные котировки. И эта надбавка была бы фиксированной в долларах. На солярку чуть меньше, на бензин чуть больше. И вот в этих пределах мы должны работать. Чем она хорошо? Что если бы мы приняли бы эту методологию, плац всегда реагирует... На малейшие колебания. Плац же это не на шанре, а плац это международные котировки. Нефть упала, тут же плац падает. Если вот господин Пойсик приводил эти цифры, если у нас было еще в прошлом году 14 тысяч леев стоило тонна бензина на плаце, то уже после падения цены на нефть она стоила 7 тысяч леев. В два раза уменьшилась, должна была уменьшиться. Но она у нас не уменьшилась. Эту методологию, значит, проект был принят постановлением правительства. Потом начались якобы какие-то терки между министром финансов и министром экономики. Один не хотел подписывать то, что подписывал другой, а второй не хотел подписывать то, что подписывал этот. И в результате проект уникальный случай. Просто и утверждение правительства не был подписан никем. Отправлен был в канцелярию на доработку. Он уже там дорабатывается 2,5 года. Мы видели, что произошло сейчас в прошлом году, когда цены на нефтепродукты, на нефть упали на 60%, а цены у нас на солярку, на бензин упали на 10%. Потом, когда началось это издевательство с курсом валюты, все нефтетрейдеры тут же подняли цены. И сейчас цены оптовые торгуются примерно на том уровне, когда мы покупали солярку при цене за нефть по 115 долларов баррель. И вот мы просим, первое, примите эту методологию. В прошлом году мы два раза встречались с премьер-министром. Тогда премьер-министр говорил, послезавтра эта методология будет принята. Мы уже ее согласовали с НРЭ. Все будет хорошо. Вот прошло уже много послезавтра, методология так и не принята. Мы сказали, хорошо, вы им патенты, вы не можете довести порядок на рынке нефтепродуктов. Дайте тогда нам, разрешите. Это не лучшее решение, потому что аграрии должны заниматься производством. Но если так, дайте нам возможность без лицензии, с уплатой всех налогов, акцизов, НДС, но напрямую у заводов закупать нефтепродукты. Если вы не можете навести порядок, не хотят делать ни первое, ни второе. Вот прошло уже 2,5 года, а чтобы вы поняли, в структуре затрат сельхозпроизводителей удельный вес дистоплива 30%. И вот мы сейчас покупаем, кто-то говорит на 2,5 лея, кто-то говорит на 4 лея, но точно, что мы минимум на 2,5 лея переплачиваем за солярку. И если вы посмотрите на соседнюю Украину, которая в предефолтном состоянии и в условиях войны, там на 2 лея на наши деньги дешевле солярка. Поняла. У нас мало времени остается. Не могу не задать вам последний вопрос. Он очень важный и основан на вашей цитате, на вашем высказании. Вы сказали так. Если правительство не примет никаких мер, мы обещаем прибегнуть к другим действиям, о которых пока считаем целесообразным не говорить. Как-то так это угрожающе прозвучало. А что это за действия? А что тут угрожающе? Целесообразность. Это что? После того, как на обочинах будет вся эта техника, потом что будете перегораживать трассы? Ну, я вам так скажу. Когда шло обсуждение в первичных организациях, когда мы готовились, то многие, хочу сказать, что очень многие фермеры, я никогда такого количества не помню, сказали, что мы должны идти по опыту наших польских коллег. Так делают во всей Европе. Блокируют дороги, блокируют трассы. И по-другому мы не можем сейчас настоять на наших правах. Но мы после долгого обсуждения, опять же, учитывая ситуацию, какая есть в стране, взяли во внимание ситуацию политическую, мы сказали, давайте так, ребята. Мы на первом этапе вытаскиваем технику на дороги, на обочину, ничего не блокируем, делаем это как предупредительную акцию, смотрим, какая будет реакция правительства, посмотрим, как мы организуем это все. И после этого, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, примем решение, что мы дальше делаем. Это не обязательно может быть перекрывание дорог. Это может быть марш на Кишинев, день-два уедем. Это может быть вероятность того, что техника пройдет на площадь. В общем, рассматриваются разные варианты. Но, опять же, я не раскрыл скобки, потому что мы не стали далеко заходить. Есть разные предложения, есть предложения более радикальные, есть предложения даже с элементами политики. Мы все это пока отсекли. Протесты абсолютно лишены политических лозунгов. Они будут содержать только экономические лозунги. Мы по-прежнему являемся деполитизированными организациями. Но ситуация по сравнению с тем, что было год назад, три года назад, гораздо сложнее, гораздо тяжелее. Поэтому мы проведем этот протест 27 марта, а там будем посмотреть. Мне остается только пожелать, чтобы все ваши аргументы сегодняшние, и то, о чем вы так долго говорили, чтобы они были услышаны. Мне кажется, что это на сегодняшний день, пожалуй, самое важное. И мы очень хотим... Не будем забегать вперед и смотреть, каждая из сторон, какие миры может предпринять. Мне кажется, очень важно, чтобы вас услышали. И все-таки, наверное, придется садиться за стол переговоров и говорить. А мы не убегаем никуда от этого. И пытаться, да, все-таки как-то прийти к некому общему знаменателю. Я благодарю вас за то, что вы пришли. И желаю вам, конечно же, удачи, потому что я всегда говорила о том, что труд сельхозпроизводителей это действительно каторжный труд. И эти люди заслуживают большого уважения. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Главное». И я желаю вам всего самого доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова